Многие мне, кстати, друзья пишут, а вот там Киевский район, он же неоднородный, там достаточно много жилых массивов. Друзья, я ж не против. Посмотрите, есть интерактивная карта. Называется она «Геоинформационная система Олимп Ньюз» на нашем сайте, который вы можете всегда найти, набрав «олимп.нет.ua». И там вы увидите свежую информацию, в том числе в разрезе админрайоны, которые делятся на исторически сложившиеся массивы, которые тоже, конечно же, отличаются стоимостью квадратного метра. Я просто пытаюсь максимально сделать короткие видео для того, чтобы вам было, ну, не смотреть там двухчасовой в цифрах полноценный, так сказать, художественный фильм. Вряд ли кто его досмотрит. Итак, перед вами карта. Карта «Социальное жилье. Город Одесса». Видим четыре областных, вернее, административных района. Снижение за месяц минус 0,13%. Друзья, вот смотрите, что бросается в глаза. Наибольше всего подешевела недвижимость этого класса в Суворовском районе. Минус 0,16%. Ну, также видим, что наименьше всего подешевела недвижимость в Приморском районе этого класса всего лишь на 0,11%. Переходим к следующему слайду. Здесь у нас также вторичный рынок. Мы уже квартиры. Вот здесь эконом, комфорт, бизнес-класс. Мы видим, что, друзья, ну, расскажу, как пользоваться. Экселевская таблица вверху. Средняя по городу 972 доллара. Это по эконом, комфорт, бизнес-классу. Три класса. Если их будем декомпозировать, опять же, художественный фильм будете смотреть. Ну, так, чтобы вы понимали. Эконом-класс – это порядка 800. Комфорт-класс – это порядка 1000. Бизнес-класс – это порядка 1000-1200 долларов за квадратный метр. А в среднем – это вот эти 972 доллара за квадратный метр. Снижение минус 0,10% за месяц. Можете посмотреть в разрезе административных районов по… Ну, это в долларах, сколько стоит квадратный метр по этим трем классам. И снижение, естественно, в процентном соотношении. Внизу, вот здесь, друзья, я оставил сводные данные, чтобы вы могли посмотреть. Вот здесь, видите, эконом, комфорт, бизнес-класс – 972. И вот здесь 972. Но чтобы вам удобно, кто умеет работать со статистикой, было работать с этими данными. Меня смотрят достаточно много умных людей. И самое приятное, смотрят люди, которые действительно нуждаются в этой информации. Это в большей степени люди, которые работают в финансовых учреждениях Украины, не только. То есть по-простому в банках. На втором месте – это оценщики. На третьем месте – это риелторы. Ну, и понятно, что просто люди, которые хотят там или продать, или купить, которые просто интересуются стоимостью квадратного метра. Смотрите, друзья, информацию. Уникальный контент я вам даю. Я думаю, что информации лишней не бывает. Следующий. Следующий.